Исцеление горьких испорченных вод Исцеление горьких испорченных вод В 99-м году оно просто назвалось «Исцеление горьких вод». Оно было уже, но сейчас оно расширено, поэтому я добавляю слово «испорченных». Исцеление горьких испорченных вод 99-й год, по-моему, мы были в Киевской Руси, наверное. Потому что они показывали ничего, кроме меня, на сцене. Наверное, мы были в Киевской Руси. Я увидел там, вышел на стену молиться с новооброшенными. Я заставлял помощников моих, я призвал покаяния, а они молились, потому что у меня был план их отправить пасторами. И вот вышел Осипчук, я его не узнал. Я думаю, господи, что это за пацан такой, в свитеречек такой. Ну, слава Богу. Исцеление горьких испорченных вод. Вы время от времени найдите видео свои. Ну, фото это такое, видео, когда вы были меньше. Ну, даже послушайте себя. Но что я обнаружил, я, такое присутствие Божие было, аж я, когда он заканчивал проповедовать, аж ощутил, я такой, как будто присутствие Божие, начал к концу проповедовать, приходить, знаете, как добавляться. Я подумал, Боже мой, и тогда они двигались в присутствие Божие. Вы представляете? Точно как мы. Это удивительно. Исцеление горьких испорченных вод. Я считаю, что это очень важная проповедь. Необходимая и ценная. И важно внимательно слушать это учение. Когда я закончу учение, не сегодня только, вообще, рекомендую взять это учение, прослушать еще раз, несколько раз, потому что тут сама проповедь исцелит цели жизни. Исцелит много чего в вашей жизни. Вот. Хотя я обычно не люблю слышать себя, но там ТВ сделали так, звук проповеди, чтобы мой голос был похожий не на мой до конца, поэтому я могу переносить это. Но главный вопрос, очень важное учение. Нездоровая вода очень разрушает много. И в Библии вопрос воды имеет смысл и значение. То есть, есть много подобий воды в Библии. Но главное, которое нас интересует, это окружение, то, что нас окружает, и то, чем мы пропитаны. дерево воду пропитывает. И это вода, которую дерево пропитывает, дерево не ради воды, а дерево ради микроэлементов, которые вода приносит с собой, впитывает воду. Ну, и не только, конечно, но главное, вот это микроэлементы. И получается, что если в воде нет хороших микроэлементов, а яд для дерева, то дерево будет думать, что впитывает воду, как обычно, для жизни, и уничтожится из-за того, что вода испорченная, горькая, не приносит ползу. Заметите, что в нашей жизни часто бывает горькая, испорченная вода. И вся наша жизнь, если мы не будем следить, не остановимся, проверить, в какой воде я живу, в какой воде я хожу, мы можем, не зная, оказаться в воде, которая нас уничтожает. и мы ее будем пить целыми литрами, думая, что пьем хорошую воду. Четвертая книга царствия, вторая глава, девятнадцатый стих по двадцать второй. Елисей только что взял, получил эстафет служения от Ильи, а сам Илья на небо вознесся в колеснице и ушел. Елисей получил помазание, и он идет по дороге, и предлагали там бегать, искать Илью. Он сказал, не надо, но они настаивали, он сказал, ну ладно, идите. Они побежали, не нашли этого Илья и вернулись. И потом, когда он пришел, они сказали, это был город, считается, что это город Ерихон. Потому что Илья сказал Елисею, пойду в Ерихон, а там, когда пришел, он взялся. И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошее. Заметите положение города какое? Скажите, хорошее. Как видит Господин мой, но вода нехорошая. Теперь из-за того, что вода нехорошая, земля бесплодная. И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соль. И дали ему. А и вышел он к исток воды, бросил туда соли и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сегодня по слову Елисея, которое он сказал. Заметите, вода, город хороший. Город был очень хороший. Притом они сказали Елисею, как вы видите, то есть это очевидный факт. Часто очень бывает, что много чего хорошее, но плод от того хорошего не соответствует состоянию или положению города. такой хороший город должен был быть успешным, процветающим индустрией, жизни, рождения, дети, внуки, а у них не так. Там бесплодие, выкидешь, к этому позже приду. И главная причина вода. Давайте посмотрим. Так и бывает в жизни человека. Город хороший, потенциал человека высокий, вложенное в человека много, образование у человека хорошее, Служение шанс и возможность у человека хорошее. Семья, когда видишь эта пара ходящая вместе, прямо лучшего не пожелать. На вид хорошее, работа хорошая, бизнес как раз та отрасль, которая способна дать большие финансы, хорошее. Служение хорошее. Город для служения хорошее. Но нету плода. Нету того, чего мы ожидаем, если такое хорошее образование, такая хорошая семья, такой хороший бизнес, такое хорошее знание, такое хорошее плода нет. или же есть, но не соответствует тому хорошему. Город хороший. Я много раз видел людей, где Бог вложил призвание в человеке. Знаете, я пастор уже определенное время. Я вот сегодня пошутил про Виталия Осипчук. Виталий Осипчук, он был среди людей, кого я назвал помощниками. Он был не первый, он, по-моему, третий или четвертый. Вот. Даже в группе порядка, когда он был, не он был главным, он был помощником главного группа порядка. То есть, я видел призвание на людей. Люди приходили в церковь, и как и сейчас, и вижу призвание, призвание, помазание большое, среднее помазание. Человек любит Бога, но не мы приказываем Богу, правда же? Кого хочет, того он призывает и помазывает, как он хочет. Это не такое, я знаю людей, которые по ночам молятся, пытаются выкрутить Бога, дай мне больше помазать, чем всех лидеров в церкви победы. Оно так не идет. Оно так не дается. Бог решает, и Бог дает свои сумки эти, как их называют, я люблю их назвать сумочки, с помазанием, с дарами, с призванием. Мы не приказываем. Наша задача, ой, помазал, спасибо, Господь, что теперь? Поэтому пытаться выкручивать Божью руку не надо, не работает. Рука его такая мощная, что не выкрутишь ничего. Вы не будете меня слышать? Вот и получается, что когда Бог показывает мне призвание на людей, почему-то Бог допускает, чтобы я увидел, какая вода испорченная в жизни этого человека. Это меня расстраивает всегда. Я не хочу видеть, я хочу видеть призвание, я хочу видеть то, что Бог с неба запланировал, почему Бог показывает мне воду испорченную, для того, чтобы я помог прочистить, чтобы служение состоялось. Поверьте мне, нелегкая задача, люди не любят очиститься от грязной воды, не хотят. Люди посвящены своей грязной воде больше, чем посвящены Богу и призваниям. Когда вы станете пасторами когда-либо, вы поймете то, что я сейчас говорю, оно сейчас вам непонятно. Люди посвящены своим водам больше, чем Богу, чем призвания, чем Библия, чем истина, чем что-либо другое. Потому что их вода загрязненная, горькая, но привычная, удобная и комфортная. Ну, ладно. Вот. И получается, что каждый из нас должен время от времени смотреть. В 99-м году я еще не проводил крусейды нигде. А удивительно, что время проповеди 99-й год я говорил, тогда это было о будущем говорил, что вот, а если я начну проводить крусейды, тогда я еще не проводил. Но Бог уже вложил в моем сердце крусейды. Притом тогда, я не знал, как далеко пойдут, а сейчас уже это как уже дело, которое идет постоянно, а тогда было то, что будет впереди. И я когда это увидел, я так обрадовался, что хоть что-то из того, что вложено было тогда Богом, там немало в моей жизни начало исполняться, очень много. Но крусейды точно, слава Богу, одно направление, которое до сих пор расстраивает меня, это потому что Бог вложил во мне это христианское искусство, поднят на уровень страны. Все люди, на ком я полагался, все, кто в церковь ушел, кто впав в какие-то ситуации, и вот это, что вложил в моем сердце Бог до сих пор не нашел восполнения. Я последнее время начал кричать Богу Господь, приведи меня людей, потому что в свое время Бог мне сказал, сейчас твоего призвания поднять христианское искусство на уровень страны, чтобы так, как бывает и музыка, не христианская, на том же уровне стала известна христианская музыка. Танцы мирские, христианские танцы, музыка, музыка христианская, чтобы на радио играли эти музыки. В фестивале неверующих были христианские фестивали, и до сих пор не встретил качественного человека без испорченной воды, кому я мог бы поручить, и он не развалился в пути. это одно из крик моей души, что я уже сказал Богу, ну пожалуйста, я не смогу выдержать, если это я не сделаю. Если у вас горит в сердце христианское искусство, музыка, танцы, пение, фестивали разные, развлечения помазанные, но христианское качественное, возможно, вы не поете, не танцуете, и не музыканте, но горит, продвигать это. Это одно из поручений Божьих мне. Я много чего пробился легче, потому что я сам делаю, а связано с искусством не я сам делаю, пытаюсь людей найти, но не могу найти людей того качества, на уровне мышления, масштабов, движения, помазания, и внутренний дух. Не могу. Ну, ладно. Заметите, Бог желает, чтобы, когда Он вложит что-то в тебе, были соответственные результаты. Бог желает, что Он что-то тебе говорит, открыл, вложил, были соответствующие результаты. Он это ожидает. Неправильная фраза, но Бог, если Он был бы бизнесменом, Он крутой. Он ничего не делает, где убытки. И получается, вложить дари, призвание, способность в людях, это единственный случай, где Он переживает убытки из-за нас. Мы настолько ненадежны, что вложено Богом в нас сейчас в пустую. Ничего в Царство Божие не возвращает. Причина. Горькая вода, испорченная вода потекла в вашу жизнь. вот заметите, люди сказали Елисею, это было не откровение, это было очевидное, это не то, что там Дюкс открыл, они сказали, это вот такая проблема. Город хорош, дари, таланты, умения, опыт. Я как пастор, вы знаете, как иногда радуюсь, когда в церковь попадает человек, который есть тот опыт, который надо, знание, который надо, умение, то, о чем нам нужно. Понимаете, когда я прихожу к Богу, я говорю, Господь, спасибо за ответ на мою молитву. Через время этот мой ответ прямо на глазах отворачивается, уходит со всеми вложенными Богом ресурсами. И Бог, если бы, но если мы скажем, если Бог, Он будет поспорить как бизнесмен, Он скажет, этот проект с этим человеком был убыточным. Ползи от него нет. Смотрите, жители города сказали, причина, почему есть проблема в городе, это вода плохая. Я удивился, что в 92-м году у меня было много Библии, переводов. Я всегда любил смотреть на много переводов. И смотрите, где слово плохая, это много значений там находится. Это можно сказать, вода плохая, вода испорченная, вода загрязненная, вода горькая, или вода неполноценная. То есть вода, видно, была река, которая, как наш Днепр, течет через город, и город оращается от этой воды. Пьют воду все. На полях это одна и та же вода. оказывается, вода человека может быть загрязненная, испорченная, горькая, и неполноценная. В результате из-за этой воды написано земля бесплодна. Расширенный вариант. Нету на этой земле плода. То есть яблоки, яблони не дают яблоки. Трава испорчена. Много выкидишь у человеков и у животных. Нету ожидаемого из-за этой воды. Скот у нас не умножается. На поле все, что мы выращиваем, нету того урожая и нету развития из-за этой воды. когда вроде бы все соответствует, но нету соответствующего плода, это может быть признак наличия испорченной воды. Когда по логике Божьей, духовной логике, ты можешь делать что-то, но по какой-то другой логике, которая не той Божьей, другой, жизненной, не важно, там, семейной, здоровой, не важно, ты уходишь от того, к чему Бог тебя подготавливал столько времени. Смотрите, как долго Бог приготовил, подготавливал Самуил быть пророком? Много. Бог призвал его, когда он был совсем малейшим. Это была целая жизнь. Это не за один день Бог начал воспитывать Самуила. Это давний процесс. Когда мама только привела, еще мама молилась и говорила, если ты дашь мне сына, то я отдам его в храм. Его еще нет. Процесс длинный. И представьте себе, если бы Самуил вырос и нашел он уважительные причины, логичные, убедительные, почему в храме жить ему нельзя. И ушел бы. А вы представляете, в каком состоянии было бы плани Божьи на небе? И получается, что важно смотреть, что вложил в мою жизнь Бог. Что Он со мной делал? И не только с момента покаяния, поверите, до. Многие из вас вы обнаружите, что у вас был шанс чего-то, что каким-то образом заблокировалось, потому что если бы оно не состоялось, вас бы здесь не было. И вам кажется, это просто обстоятельства. Нет. нет. Это не просто обстоятельства. Это Бог включался. Потому что вы были в процессе Божьем на решение определенного вопроса в Царстве Божьем. Или для страны, или для общества. И представьте себе, какие ощущения у Бога, когда вы найдете уважительную причину, чтобы все это бросили. Поэтому, когда я вспоминаю, у вас такого проблемы нет, у меня есть. Когда я вспоминаю моменты в жизни, когда я хотел бросить служение, у меня такие моменты бывали. Притом, каждый раз, когда я хотел бросить служение, это было потому, что эти люди меня не любят, не принимают. А тут мне уже надоело, а здесь я уже устал. А я это больше переносить не могу. Бог, убери меня отсюда. Не хочу. Сейчас я смотрю, каюсь. Я говорю, Боже, ты мне столько подготовил, столько лет, а я расстроился, сильно, глубоко расстроился, но неужели в это расстройство мое на весах было тяжелее, чем труд, который ты вложил в мою жизнь, чтобы я мог быть твоим служителем в 21 веке, влиять на Европу, на Азию, на весь мир, а я из-за глубокой обиды готов был уйти. Я был бы неприбыл не проект для Бога. Англии бы зафиксировали, они любят писать, знаете, Англии пишут, Генрии, неприбыл не проект. Как вас зовут? Вы хоть знаете, как вас зовут? Раз, два, три. Как вы думаете? Не поднимите ваши аргументы сейчас. что пишется после вашего имени на небе? Не говорите, что вам бабушка сказала, друзья сказали, что вас убедили, но все поймут же. Что на небе пишется в конце? Прибыл проект или провал ли проект? Я вам говорил, что проповедь важна. Это одна из моих классических проповедей, которые я проповедовал давно, которые Бог сейчас мне сказал, это одна из проповедей, которую тебе надо расшифровать, расширить и даже превратить его в книгу. Потому что в 90-е годы церкви только поднимались, харизматические свободные церкви, тогда не было пасторы, которые готовы были сдаться. Они все только начали, горели еще, и многие из них сейчас сдались. А все, что им надо, это исцеление, чтобы эти горькие воды ушли. Бизнес только начинался тогда, никто еще не думал, чтобы себя застрелить из-за долги. Это сейчас уже мысли начинают приходить, и нужно исцеление от горьких вод. Большинство из вас, вы только начали семьи, не было мысли уйти от мужа, от жени, а сейчас за это время дошли эти мысли. Как раз пора исцеления от горьких вод. Но весело, правда же? А я, вы не представляете, я наслаждаюсь этой проповедью, потому что я самому себе проповедую. Кому-нибудь еще я проповедую или нет? А я самому себе. Генри, слышишь? Да. Конспектируешь? Нет. А чего? Я заранее конспектировал. Хорошо. А вы конспектируете? Ага. Но если вы не будете успевать, рекомендую вам потом послушать серию. Выйдет проповедь помазания, которая освобождает в процессе. Аж прямо так я проповедую, чувствую такое. Однажды я проповедовал в Ганне, есть такая страна маленькая, в Западной Африке. И когда я закончил проповедовать, ко мне подошел один пастор. Он говорит, пастор Генри, вы с Бенни Хином знакомы? Я говорю, да. Знакомы. Я говорю, чего вы меня спрашиваете? Говорит, вы второй проповедник на земле, кроме пастора Бенни, который когда проповедует, есть вот это иногда электрический ток, который чуть-чуть двигается, как будто. Говорит, когда вы начали молиться, оно увеличивается. Я сказал, а, я говорю, ну, оно не связано с пастором Бенни, но это одна из причин, почему мы подружились. И вот этот маленький электрический ток, который во время проповеди работает. Не все уловия, потому что не все в духе, понимаете, кто-то думал про борща, который оставили в духовке. Нет, борща в духовке не бывает. Правда же? Это доказывает, какой я проект в кулинарных делах. Ну, ладно, смотрите. Когда плод не соответствует вложенного, это признак испорченной воды. Евангелие от Луки 19, глава 5 по 8 стих. Иисус пришел, я хочу, чтобы вы видели, есть человек, когда вода течет в его жизни. Иисус приходит, меняет воду, и смотрите, что он сделал. Перемена действия человека, когда поменялась вода. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидев его, кого он увидел, Закей, но я хочу назвать вас, увидел вас, и сказал, Генри, не, Закей, простите, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Вы представляете, Иисус идет в дом к нему, менять воду в доме, полностью. некоторые дома уже кричавшим состоянием, просят у Бога об изменении воды домашней. Этот олигарх, этот бизнесмен поменялся не на работе. Вода пришла домой, и когда вода пришла домой, сразу оно повлияло на все. И он поспешно сошел с дерева. Это, вы представляете, кто самый богатый человек у нас, кто Ахметов? Вы можете представить Ахметов в дерево? И он быстро спускается с дерева. Иисус был легендой, такой, что бизнесмены лазили на дерево, чтобы его видеть. Ай-яй-яй, так, я не закончу читать шестой стих. И он поспешно сошел и принял его с радостью. Он неверующий, он вообще ничего общего с Богом, он вор, мошенник, понимаете? Это штаб рейдерства. Ну, ладно, все равно принял с радостью. И все, видя то, начали роптать, ну, церковные реагируют сразу. Что он зашел грешному человеку? Это одно из самых больших ограничений, когда ты хочешь делать дело Божие, большие и крупные, потому что, если ты хочешь делать крупнее дело Божие, нужно выйти за рамки церкви. Когда ты выходишь за рамки церкви, то церковь начнет тебя критиковать. Не надо выходить за рамки церкви, начать пить водку, как они. Нет. Но нужно достичь их. Ну, ладно. Захей же сказал Господу, Господи, половину имения моего адамнишим, кого я обидел, в чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, Нине пришло спасение дом Симу, потому что и он сын Авраамова. Захей у него в жизни была такая вода, жизнь, который, будучи в этой воде, обижать, грабить, забирать, это было норма. И он обогатился, используя неправильные воды. Смотрите, когда вошел вода Иисуса, Иисус сказал, пришел спасение в дом. Атмосфера в доме поменялась, никто не принудил Захея делать следующее заявление, никто, даже Иисус не принудил. Он сам стал принародным и начал говорить, Господи, половину имения моего дам нищим, а если кого обидел, воздам четверо. Никто его не заставил. Поменялась вода в его жизни. Скажите, поменялась вода? Штол поменялась. Если это был мой Джон, он бы сказал, Кока-Кола поменялась. Смотрите, и получается, что когда вода Божия попадает в Тебе, меняется вода, твои действия, твоя логика, твой взгляд на вещей сразу меняется. Когда та вода не пришла, было круто воровать, было круто забрать, было круто отнимать, было круто. Вы знаете, я устал говорить людям, не делай, не делай, не делай. Это так тяжело. Они делают все равно. Человек клянется перед тобою, выходит и делает. И я знаю, что он делает, а он прикидывается, что нет. От этого мне больно, обидно и отвратительно. А поскольку я ему не говорю, что я в курсе, что ты делаешь опять, он думает, что он круто прошел, я спрятан, никто не видел. Вот что я заметил. Если воду поменять, я видел людей, которые были в самых тяжелых состояниях духовных. И они решили менять воду. Когда ко мне приходит человека, мужчина или женщина, который решил поменять воду, человек становится другой, прозрачный. Он становится прозрачный, как стекло. Он начинает пастор слушать от до я. Вот, хочу менять воду. И когда я вижу такое, у меня в сердце аж ликует. Вы понимаете? Да, они прошли через грязь, через вообще. Но вот это главное не в том, что царство больше не работает по очкам там. Минусы, плюсы. Не. Я вижу, что здесь есть шанс, чтобы Божья вода вошла. И этот человек станет большим примером успеха, потому что согласился поменять воду своей жизни. Вы еще со мною? Если вы устали, скажите, мы устали уже. Я вас отпущу домой. Я вас отпущу, дальше буду проповедовать камерам, операторам. Вы устали или я? зато ваши эти маски и то ли они устали, ставшие постоянно, то ли они бодрые постоянно. Некоторые люди, у них такие маски большие, что их глаза прячут. Иногда я думаю, они спят или не спят? Потому что маски помогают им прятать глаза, которые спят. Я не вижу. Особенно если это черная маска. ничего, это тоже мудро, правда, стратегично. Спать и пастора не видит. И камеры, почему маска закрывает все. А я меня спрашивали, пастор Генвич, чего ты смеешься на сцене? Я говорю, я на сцене никогда не смеюсь, я улыбаюсь. А вы знаете разницу, да? Между смех и улыбка. Улыбка негромкая, тихая. Когда я уже хочу, чтобы ребра болели от смеха, я это не на сцене делаю. Но я же такое никогда не делал, правда, на сцене? Некоторые люди, слышно меня, могут так смеяться, чтобы ребра у них болеют, а я нет. Я улыбаюсь. Скажите, он улыбается. Вот, так что вот. А я улыбаюсь, потому что внутри меня улыбка. Я улыбаюсь, потому что я внутри улыбка. Если я просто стану начну улыбаться, вы скажите, какой-то ненормальный. Поэтому мне надо найти вокруг чего улыбаться, чтобы вы не подумали, что я какой-то. Во мне просто улыбка. что живет у вас? Слезы или улыбка? Что у вас живет? Не, много вариантов, кроме этих двух. Хорошо? Есть еще 28 вариантов, выберите из них тоже. Продолжаем. Смотрите, если в жизни Захея вошла вода и он стал другим, в твою жизнь может войти вода другая и твоя жизнь в нищете меняться может. Твою жизнь поражения меняться может. Твою жизнь попытаться всех контролировать все под моей как называть хранить под твоей мелодией может меняться. Можно вообще отпускать людей и доверять, что все будет хорошо. Твоя ущемленность внутренняя может уйти и ты вдруг можешь ходить уверенно без добавок просто уверенно потому что ты свободен. И не важно кто как что тебе сказал ты доволен и свободен. это это я много слушаю в жизни. Хотя меня много слушают но одна из причин почему меня должны слушать или почему люди могут меня слушать это потому что я много слушаю я много учусь постоянно притом вообще постоянно притом в разных направлениях вот слушал одного очень молодец ну он не проповедник но мудрее вещь говорил он говорит некоторые люди имеют внутреннее поражение какое-то да например и например они скажут ты им говори они внутри появляется желание хочу вот это сделать и появляется внутренний голос который говорить не можешь и он советует что когда приходит такой голос надо реагировать так что этот голос я слышу но этот голос обманывайся на самом деле могу скажите этот голос обманывает скажи на самом деле могу скажи на самом деле получится скажи на самом деле достигну скажи на самом деле возможно у вас много голосов в жизни которые ждут эту реакцию от вас что голос я тебя услышал если ты самый громкий не означает что ты самый правильный не означает вообще сколько раз мне стидно когда я себе говорю об этом о том что я сейчас буду говорить сколько раз я сказал богу не могу быть пастором и бог мне задал конкретный вопрос почему ты считаешь что не можешь да вы готовы слушать ответ мне кажется когда я сказал этот ответ ангели крутились ребра их болели не знаю у них есть ребра или нет я сказал не могу быть пастором в украине потому что я не того цвета кожи ты не смотрел внимательно на господ такие как я не могут в украине украинцы я тогда говорю не смотрят на человека индивидуально вам это не понятно потому что вы украинцы я сказал украинцы смотрят на людей группами по цвету кожи по стране откуда приехал если герман даже ты сумасшедший в украине тебя будут уважать не потому что содержание души у тебя высокое только потому что ты немец так мыслит украина может вы не знали я вам сообщаю а я вырос научен был оценить людей не от страны не от общей какой-то группы а каждый человек индивидуально исходя содержание его души поэтому ко мне пришла мама со своей дочерью пастор Генрис да запрещайте моей дочери выходить замуж а чего потому что муж у нее плохой а почему он плохой вы понимаете он кавказец а я то есть кавказец равняется плохому это же неверно я говорю вы с ним разговаривали когда-нибудь нет я говорю отчего вы узнали что он плохой кавказец вы знаете сколько хороших кавказцев много кавказцев хорошие я знаю вы меня слышите или нет я говорю мама вот был такой исторический личность по имени Мартин Лютер Кинг американец вот он для вас выступал когда он говорит мечтаю быть в обществе где не оценивать человека из района где он живет какой вуз он закончил какой цвет кожи или какой стране или национальности а из содержания его души ума и духовности его я сказал мама я не нахожу аргумент чего я должен запретить вашей дочери выходить замуж за столь прекрасного человека а я всегда знал что в этой церкви все заодно правда мы заодно это факт вы еще со мною вы скажите зачем ты сказал это пастор Геннер потому что я должен бы это сказать чтобы вылечить много проблем в семьях где идут войны из-за этого кавказского вопроса не даю ему квартиру почему кавказцы господи он вы знаете сколько порядочных этих кавказцев а я видел и наши которые себя ведут вообще церковь победа мы никогда не группируем людей исходя из роста какой вуз закончил какое образование цвета кожи язык национальность нет мы из содержания души мышления и духовности кто-нибудь скажет аминь мы силаем горьких вод Захей мог меняться и ты можешь скажи я могу еще раз еще раз я стал пастором с надеждой что Бог скажет я увидел твое посвящение мне с тобой согласен уезжая из Украины но Бог этого не делал я уже был пастором церковь уже росла новые церкви родились а я еще был убежден что не могу быть пастором вы представляете пасторы другие местные украинцы русских не могли поднять церковь выше 50 человек а я будучи с этим цветом кожи поднял церковь начал новое но я все равно думал я не подхожу вы представляете что такое испорченная вода что даже может течь через пастора Генри а что же говорить о других вы скажете пастор Генри а сейчас как у тебя ты уже ага вы хитрые вы такие вопросы задаете ладно если раньше у меня было 10% уверенность которая приходила во время присутствия Духа Святого вот присутствия Духа это было мое место где я прятался когда я в Духе выхожу убегаю сейчас же наверное 90 на 10 то есть 10% я еще сомневаюсь а 90 я уверен а почему Бог не убрал все чтобы остался зависимость от Него все-таки если я начну себя чувствовать как грибок у меня такие сравнения неожиданные да бывают и для меня самого то Бог скажет ага господин грибок у вас нету корня я сейчас солнце пришлю или какой-то червячок и вас не будет в конце дня поэтому я до сих пор иногда переживаю иногда скажите иногда иногда переживаю иногда меня пригласят на какие-то встречи разные в городе Киеве последнее время я вам не рассказываю о них специально молчу вот иногда где-то приглашают меня на какую-то встречу это 10% начинают кричать я ей говорю ты же знаешь что я могу ты же в курсе что я подхожу ты же в курсе что ты кричишь я слышу тебя да но я все равно могу и когда я прихожу туда иногда я самый умный мудрый среди всех которые там собраны я говорю ну что ты мне кричал перед этим если бы меня не было вот эти конструктивные идеи все не были скажи могу получится скажи громкие голоса у меня в разуме не всегда говорят правду скажи слово Божие Божие призвания Божие помазания Божия мудрость больше правду говорят это помните пожалуйста голос учитесь говорить голосу люди скажут вы сумасшедшие не переживайте от этого они у вас ни копейки не заберут от того что вас сказали что вы сумасшедшие с кем ты разговариваешь с голосом каким вас не касается я даже однажды был где-то я не помню в аэропорту в России по-моему я сюда хожу и какую-то глупую мысль вообще глупость глупых я вам не скажу даже вот я повернулся сказал отойди от меня сатана вы представляете в аэропорту и люди вокруг меня все повернулись до сих пор головоломку пытаются решать что это было за явление а я им не сказал улыбнулся и ушел их не касается наверное они рассказывают своим внукам вы не поверите что я встретил в аэропорту но зато я им да о чем рассказывать что нового бы они принесли свои из внука правда ничего а я им подарил вот поэтому иногда испорченная вода добавляется на ходу то есть бывает человек вода в его жизни правильная четкая на каком-то этапе добавляется из того момента он неисправляемый он становится испорченным но если вода можно добавить на ходу то можно прочистить на ходу если человек может портиться на ходу он может исправиться на ходу исход 15 глава 22 по 23 стих и повел Моисей израильтян от черного моря и они вступили в пустыню сур и шли они три дня по пустыне и не находили воды пришли в меру и не могли пить води в мере ибо она была горька почему и наречено тому месту мера то есть она всегда была вода там горькая и возраптал народ на Моисея говоря что нам пить Моисей возопил Господу и Господь показал ему дерево и он бросил его воду и вода сделала сладкой там Бог дал народу став закон и там испытывал его и сказал если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего и делать угодно перед очами его и внимать заповедям его и соблюдать все уставы его то не на виду на тебе ни одной из болезней которые которые навел я на Египет ибо я Господь Бог целитель твой и пришли в Елим там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев и расположились там в станом при водах в этом случае очень удивительно что там было много разной и хорошая вода двенадцать источников хорошие один горькая и вы знаете какой первый появилась горькая удивительно что горькая вода иногда выступает первой и можно подумать что вся земля горькая на самом деле тринадцать источников только один горький они нашумели против Моисея и Бога столько не понимая что это просто один из тринадцати смотрите горькая вода в мире это на пути оно первое появилось признак наличия горьких вод в твоей жизни или в окружении тебя признак исходя из этого текста первое ропот ропот признак что горькая вода течет внутри тебя если вы живете в доме мужья жены дети мамы родители вспомните как в доме общаются если кто-то все время жалуется на кого-то или никогда не жалуется кроме когда упоминается одно какое-то имя такое бывает там сразу жалоба приходит ропот косвенно или прямое горькая вода потому что горькая вода бывает вообще а бывает по отношению к кому-то одному двум трем и получается вот ропот второе шумное недоволствие третье негодование четвертое обвинение пятое жалобы это все это признак что появилась течет горькая вода помните корей был такой из коленолевий он был левитом который восстал против Моисея вы помните он говорил ну он там восстал против Моисея горькая вода потекла но она потекла не только у него а во всей его семье в результате земля когда открылась все кто было запачкан этой водой умерли чтобы эта вода ушла иногда люди в твоей жизни являются носителями горькой воды то есть есть люди которые вошли в твою жизнь в какой-то этап жизни и принесли тебе горькую воду которой до этого у тебя не было вчера я разговаривал с одним пастором я с ним дружу хороший пастор у него самая большая крещенная Духом Святым церковь арабско говорящая в Бейруте я с ним разговаривал потому что вчера там взрыв произошел и в территории этого взрыва находится их церковь и он мне прислал фото разрушения его здания сегодня он мне выслал видео своего офиса когда произошел взрыв обычно он в офисе но вчера у него был день рождения и они уехали куда-то и не пришел в офис поэтому он жив очень жал когда так бывает с людьми я даже вчера это не теме но я хочу подумал что они же надо будет восстанавливать эту церковь офис здание я хочу чтобы потом мы не сегодня закончили исследование все собрать пожертвования и прислать чтобы мы посеем заодно но вы понимаете они пострадали в Ливане сейчас турбулентность много были и до этого и вряд ли кто-то им даст деньги восстановить это здание церковное нет поэтому я решил что нам надо их благословить через иное время он является одним из соприседателем Empower 21 Ближний Восток Северной Африки один в Ливане второй в Израиле между собой они не могут звонить друг другу из Израиля звонить в Кипр или в Грецию а в Греции перезванивайте этому сообщить что тот говорит и так они общаются между собой взрыв который произошел вчера в Ливане по-русски это как называется нитрат амо как правильно по-русски нитрат аммония или аммон не важно нитрат чего-то в этом нитрат аммонии как там было все время там было но не взрывалось когда этот нитрат аммонии который был соприкасался с чем-то произошел взрыв вы меня слышите да горькая вода от людей это не потому что человек носитель горкой води нет человек как человек есть люди которые ты видишь всю жизнь а потом какое-то соприкасование другое происходит как в случае взрыва да и взорвался то что все время было и не взорвался это же тот вопрос который задают пастор генли а кто сотворил грех бог не сотворил грех потому что в нем его нет он источник греха он источник только благого хорошего откуда появился грех тогда и зло скажу вам откуда оно пришло не создано зло и грех появилось как соприкосновение вещей которые не надо было чтобы они соприкасались это вы меня понимаете да когда они соприкасались произошла реакция из которой появилась грех появилось зло а бог его не создал кто из вас знает что есть слово такое слово амбития вы слышали такое слово амбития желание что достичь вы знаете что оно от бога оно святое желание масштаб делать оно святое когда оно соприкасается с желанием быть на виду зрив и получается уже появляется зло от того что было хорошее потому что произошло соприкосновение качества которые по идее не должны были соприкасаться вы поняли меня или нет я не на греческом разговариваю для вас так на каком языке я разговариваю вы не ответили все значит вы думаете я на греческом в вашей жизни не вот женщина меня спрашивает пастор а где живет этот грех во мне его же нет откуда оно взялось вдруг у меня я говорю ну у вас не жила произошла реакция вы понимаете произошла реакция то и то и возникло это задача ваша как бог сказал адам и его адам и его да вы мои любимые хорошо вы мои представители хорошо будут жить навеки хорошо единственное смерть нету то есть я не создал смерть вы не не трогаете тут дерево хорошо потому что соприкосновение вас с этим деревом родит то чего до этого нету смерти ой да господь хорошо хорошо ева да бог вас запретил не женщина разговорчивая все выложил все карты зачем сочи знаете что я вам советую когда вам задают вопросы кроме если пастора спрашивает для того чтобы решать какие-то вопросы да а когда люди просто задают вопросы пойте песню вы меня поняли да потому что я не уверен что многие женщины у них нету способность оценить что надо сказать и что не надо они все выложили этот муж бедный потом пытается прочистить он же важный да и теперь люди смотрят это же о нем сказала его жена вот такой и он пытается свою важность хранить и он не знает как это делать чтобы вы не подставили своего мужа пойте песню кроме если вы лидер ну лидеры которые развитие они знают оценочная система у них хорошая да они умеют поставить на место а средние женщины по опыту я знаю в церкви победы 90% женщины у них нету того лидерского уровня чтобы уметь регулировать что когда где сказать они просто включают как этот как называется воду да горячую холодную и течет себе это по-моему в Америке так не моется как мы включил человек моется 30-40 минут вода течет все это время а в Америке очень дорого они включают и выключают выключают а мы советские союзи ну ладно короче давайте не советские но в любом случае халлилюя если постоянно у тебя ропот шумное недовольствие негодование обвинение жалобы в каком-то направлении то ли это в церкви в семье в работе в бизнесе в твоей жизни помни это говорит о том что испорченная вода горькая вода уже течет в тебе в это направление если ты позволишь дальше течь оно принесет разрушение не пусти горькую воду внутри тебя скажите аминь горькая вода бывает нет это здесь только первое первое учение первое это демоническое влияние на тебя горькая вода в виде демоническое влияние то есть когда когда такая вода течет через тебя как узнать что это демоническое влияние которое течет первое повторяется вот ты себе даешь клятву как некоторые никогда на этом точке больше не будет месяц два повторилось ладно на этот раз принимай решение во имя Иисуса пару дней постя молитвы халлилуйя библии через два месяца повторилось это говорит о том что все это делается это не настолько твоя воля молодец твоя воля оно не согласно но решение принимает кто-то другой не твоя воля это кто-то другой это духовная личность которая охватил тебя в чем-то и вылил неправильную горькую воду или не то что не только повторяется или не могу это контролировать одно из вещей что Бог дал человеку это силе воли скажите воля кто из вас использует волю кабель никто один а что же вы используете ваш лишний кабель да воля скажите воля я сегодня не хочу много говорить о воле я чтобы вы заметили что Бог уважает нашу волю человек 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 божий да царь вас зовет и Бог ждет если я человек божий пусть огонь с неба падает и убьет вас нету это это была воля Божия или Илии Илии второй раз снова Бог не сказал если Илия снова ты попросишь я не буду отвечать он не мог нарушить воля Илии и помазание на нем Бог не мог реагировать но что Бог сделал поменял его волю отправил ангел и ангел сказал Илия да иди с ними пожалуйста да да хорошо тогда Бог поменял ситуацию твоя воля важна для Бога кто-нибудь скажет амин теперь второй вывод от этого если Бог уважает волю людей ты тоже пожалуйста уважай волю людей есть некоторые люди которые настолько не уважают волю других людей что они считали что другие должны подчиняться их воле нет не должны как сказал один брат ты же мой друг ты обязан ты должен и тот сказал принес говорит друг открыл словарь где написано друг а давай мы вместе с тобой прочтем что такое друг когда не прочитали нигде не нашли обязан должен нет быть другом не означает что ты собственность кого-то дружба дружба добровольное дело есть это дружба рабство называется вы вы были в такой дружбе никто не признает наверное вы еще там дружба рабство ты мой друг ты должен ты обязан слушай у меня ремонт квартиры приди сделай три дня обои а я занят ты же мой друг хорошо рабство мне нужно ехать в белую церковь отвези меня а я на работе ты же мой друг просишь хорошо нет нет это не дружба это рабство ты не раб ты человек если Бог уважает волю тем более мы хорошо пастор Генри если Бог тебе показывает что человек должен делать что ты с ним делаешь я ему говорю и даю ему право выбирать не хочет и гуляй простите за фразу хочешь пожалуйста согласиться покажу куда Бог хочет тебя вести не хочешь не заставляю на здоровье есть люди которые скажут пастор Генри да Бог меня призывает ага будь моим наставником хорошо учи меня наставляй подсказывай с такими людьми я более как это правильно сказать я более настойчивый более менее заставляю некоторые вещи почему они меня попросили чтобы я был их наставником или они выросли в церкви стали на должность лидер влияет на других людей к ним у меня больше права чуть-чуть некоторые вещи толкать не могут не заставлю они должны уступать лидерство чтобы другие люди кого можно толкать заняли эту позицию лидерство лидерство ладно второй вид горькая вода кроме демонических влияния это атмосфера и окружение твое атмосфера и окружение твое знаете ли вы что есть много людей которые могли быть успешным если только поменяли подруги и друзья если только поменяли философию жизни если только могли забыть какую-то книжку которую они читали где-то их друзья похвалили как умную книгу они его поставили как аксиом жизни и это портит их жизни до сих пор атмосферу и окружение это вода которая течет в вашей жизни есть люди которые призваны Богом могли бы состояться но у них было окружение и атмосфера не та даже если вы когда-то делали что-то для Бога то ли служение вы ушли если вы будете честны посмотрите на атмосферу которая будет вокруг вас вы найдете токсичную атмосферу которая появилась из-за которой вы вылетели вы можете найти 250 других аргументов на здоровье но факт остается тем же фактом атмосфера и окружение смотрите ваша атмосфера и окружение влияет на вас я знаю что Бог меня призвал если я буду позволять определенным общением и атмосфера вокруг меня оно начнет меня ограничить я всегда каюсь перед многими людьми когда они приходят ко мне близких и дальних со своими идеями а эти идеи они, если я на 10 этаже например, так, эти все мысли из второго этажа я не знаю, вы меня понимаете и когда приходят мысли из второго этажа, как мне надо реагировать? Улыбаться быть вежливым, но не глотать когда начинают меня заставлять глотать вот тогда я начинаю немножечко капризничать не потому что я против людей я просто не хочу мышление окружения второго этажа глотать не хочу а почему, пастор, вы меня избегали? потому что у тебя зараз первого этажа а я не хочу первого этажа сейчас глотать не хочу вы знаете, как пастор Генри какая у него проблема? вам сказать или нет? зачем вам? прямо у меня такая проблема люблю людей просто люблю людей у меня была встреча однажды с одним человеком в городе мы разговаривали там там группа людей была мы разговаривали разговаривали а у меня всегда такой мы такой подход зная себя лучше помолчу и скажу позже так чтобы не закончить разговор раньше надо вот и человек задает мне вопрос скажи мне пожалуйста почему ты так сильно влияешь на людей? я говорю как? у нас было только что встреча ты видел как когда ты начал говорить сразу все поменялось и все начали слушать почему ты так? я сделал вещь я думаю на мою голову потом я говорю вы понимаете я не знаю наверное есть две вещи какие? я сказал первое они неверующие люди поэтому я сказал на мне есть Божья рука что? я говорю вы понимаете неверующий человек в городе крутой себе и ты ему говоришь что на мне есть Божья рука понимаете для него глаза руки что? я говорю да как это понятно? вот так и понятно я говорю но второе я люблю людей и оно оно как это оно не прячется оно всегда я иногда притвораю стараюсь так это я не помню с кем я разговаривал три часа я учился репетировал жмал лицо все сделал говорю и начали они смеяться я говорю потому что это не вы откуда вы знаете кто я ну ладно я люблю людей поэтому когда человек мне говорит свой первый этаж я буду внимать почему люблю людей но не хочу глотать если вы мне принесли информацию я не глотаю не обижайтесь хорошо я все равно люблю но не глотаю атмосфера окружения третье вода в вашей жизни может мышление образ мышления взгляды ваши стремления и мотивы образ мышления взгляды стремления ваши и мотивы в этом ходе состояние души обиды горечь гнев непрощение ненависть я хочу прочитать последнее место описано на этот вечер Лука 8 11 по 15 смотрите на вот эти меняйте ваше взгляд на это местописание найдите разные воды в жизни этих людей или этого человека я понимаю что вы этот текст читаете по другому сегодня мы ищем воду какая вода вот что значит притча сия семья есть слово Божие пастор Генри одно и то же проповедь Библия та же проставление та же удивительно выходит с этого зала абсолютно с разными корзинами хотя слово тоже проповедь та же наставление пастора та же обращение тоже наставление которое я даю вам даю всем чтобы вы поняли реакции реакции ваша реакция типично определенной воды которая в вашей жизни первая группа это упавший при пути это суд слушавший которым потом приходит дьявол и уносит слово и сердце их чтобы они не уверовали и не спаслись то есть это ход мышления это состояние души эта атмосфера это окружение оно настолько пропитан антагонизмом что все что Боже не то что недолго бывает оно даже не воспринимается даже не попадает прямо аж ворота есть люди состояния души окружения влияния дружбы и тому подобное который создал в них такое восприятие что все что Боже или успех даже допустим Бог хочет с тебя сделать миллионером все что связано с миллионерством когда приходит твою жизнь сразу улетает тут же ты бежишь обратно свое полтора тысячи гривен не потому что ты плохой просто окружение атмосфера восприятие мышление создан по определенному халлилуйя переводите пожалуйста на грузинский читаем дальше упавши на камне это те которые когда услышат слово с радостью принимают но которые не имеют корни и временем веруют а во время искушения отпадают это у них атмосфера более менее воспринимают то есть а нам Иисусом мы принимают обетование Божие принимают праведность воскресе Иисусе принимают я свободен от греха принимают я призван будет процветать принимают но оно никогда у них не бывает долго это те которые освобождаются на месяц на два и возвращаются обратно потому что все у них такое состояние души которое не позволяет чему-либо хорошего дать плод окончательным как объясняется здесь нету корня у таких людей они хорошие они искренне они плачут когда каются они со слезами когда они хотят достичь что-то они со слезами постятся они Библию цитируют Бога любят искренне просто состояние внутреннее такое что нету корня при всех любовью к Богу всех слезах всех вот это все оно искренне оно реально но просто не могут они никогда приносить большой плод кроме если поменяют эту атмосферу это окружение это восприятие и взгляд на жизнь если не поменяют так и будет до конца дней поэтому женщина меня обвиняет пастор у вас неверие вы говорите вы исповедите на меня не то я говорю нет я поизучал состояние твое искать что я вижу не успех ни в семье нигде не будет из-за состояния твоей души восприятия я говорю единственная твоя надежда это что твой муж продолжал быть таким послушным тебе подчиняющимся тогда будет мир как только он как-то проснется у вас мир потеряется тут же что за исповедание это не исповедание это я пытаюсь тебе показать картину с целью чтобы ты менял ты менял третье а у паши в тернии это те которые слушают слово но отходя заботами богатством наслаждением житейскими подавляются и не приносят плода опять же хорошие люди понимаете они настолько хорошие и бога любят но вот когда заботы богатства наслаждения много чего то хочу хочу я же имею право вот начинается вот это все и все все и умирает все что Божие было там оно умирает замерите твое окружение это твоя почва люди с которым ты тратишь время проводишь время это почва твоей жизни и все что у тебя есть эта почва либо уничтожает либо выращивает я ни в коем случае не говорю что не будет посвящен вашим друзьям на здоровье но все равно по крайней мере знай уничтожайся зная с открытыми глазами что в это окружение мое оно ни к чему хорошего не дает я не говорю что они плохие нет возможно они тоже портятся из-за тебя если вы разойдетесь и он процветает и он процветет вместе у вас не получится вы уничтожите друг друга и ваше взаимопосвящение друг к другу приносит вам ваше же разрушение а это не единственная почва написано а упавшие на добрую землю приносят плод хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение чистое сердце доброе сердце терпение добрая земля имея атмосферу окружения мышления взгляды стремления мотивы состояния души доброе чистое сердце терпение плод духа есть правильные мысли вера есть и тогда все что Бог вложил в тебе иметь такую почву что сможет расти умножаться и достичь масштаба давайте устанем а я так хотел песню которую ты не знаешь старая песня которую мы пели тогда когда динозавры еще ходили по крещатику ты нужен мне вы это знаете песню но не ее хочу просто она с того же эпоха измени меня вы можете вспомнить он не знает но вы давай играй а ты можешь туда давай чтобы я да да для чего ты меня призвал динозавры чего ты меня призвал измени измени меня измени чтобы я чтобы я мог сделать то для чего ты меня призвал измени меня чтобы я мог сделать то для чего ты меня призвал измени измени меня укрепи меня укрепи меня чтобы я мог быть сильней пребывал в любви Твоей измени Укрепи меня, чтобы я, чтобы я быть сильней в вам любви Твоей. Укрепи меня, извини меня. Пусть это будет Твоя молитва, пусть это будет Твой зов к Богу. Пусть это будет Твое обращение к Богу. Укрепи меня, чтобы я мог сделать то, чего ты меня призвал. Измени меня, чтобы я мог сделать то, чего ты меня призвал. Измени меня. Господь, мы осознаем, что атмосфера нашей жизни, вода, которая течет через нашу жизнь, ты можешь сделать ее сладкой, ты можешь сделать ее здоровой, ты можешь сделать ее очищенной. Мы приглашаем Тебя, Господь, в нашу жизнь, в наши все дела, в семьях, в служение, в работу, в бизнес. Боже, очисть нашу воду, потому что город хорош, но и за воду она бывает бесплодная. Мы просим Тебя, Дух Святой, работай с нами, измени нас во имя Иисуса. И весь народ скажет, слава Господу, дайте аплодисменты нашему Царю с миром Божьим. Субтитры создавал DimaTorzok